Она была советской актрисой с несоветским лицом, потому так часто играла про не нашу жизнь. Софико Чаурелли на этой неделе исполнилось бы 85. Я не люблю ноющих нытиков. Я не люблю. Потому что я считаю, что уже мы должны благодарить судьбу и Бога за то, что мы есть на этом свете. За то, что мы родились. Вот когда тебя обижают, ты улыбайся. Как? А вот так вот. Вот меня обижают, а я улыбаюсь. Меня обижают, а я улыбаюсь. Меня обижают, а я улыбаюсь. Перед взглядом и улыбкой Софико не могли устоять даже самые строгие режиссеры. Среди них и Георгий Данелли, двоюродный брат Чаурелли. Пожалуйста, и вы, ваше благородие. А счастливьте. Я нещина! Игра! Руманас! На съемочной площадке ленты «Ни горюй» могли и повздорить, но гнев Данелли рассеивался, словно майские тучи. Я ухожу. Я бы тоже на ее месте ушла. Полный дом без денег. Всех надо накормить, напоить, обсирать. Она обычно везде и всю на съемках очень любила семечки. Это вот ее любимая. Ее всегда Георгий Николаевич громко, значит, там при всех. Он ее ругал и говорил, все, перестань, Софа, перестань, Софа. А вот она, значит, это все. И она рассказывала какие-то интересные, постоянные или анекдоты, или какие-то истории. И это было так интересно, знаете, вот этот вот сам факт, что я на нее смотрела, наглядеться не могла. То есть она для меня была, знаете, таким вот образцом жизни настоящей артистки. Я? Это ты стучал! Я? Ты! Курили мозги! Железный лоб! Будь там, будь там. Звездой себя не считала, больше всего ценила народную любовь. Софи Ко можно было встретить и на тбилийских улицах, и на рынке, и в очереди за продуктами, в гастрономе. Все как в фильме «Несколько интервью по личным вопросам», где Чаурели сыграла журналистку. Корреспондент ко мне пришел и спрашивает, корреспондентка. «Сарикова Михайловна, а вы не боитесь ходить по улицам Тбилиси?» Я говорю, что значит, это мой город, я хожу, естественно, все. А если вот так, а мужчины в бурках на вас не нападают, значит, вас... Я говорю, слушайте, милая, вы путаете фильм «Кавказская в Лидии» с тем, что есть сегодня Грузия и Тбилиси. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В прачку «Вардо» из кинофильма «Мелодия Верийского квартала» не влюбиться было невозможно. Озорная, веселая, добрая, да еще и волшебно поет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Много лет зрители не знали, что эти песни, ставшие хитами, исполняет ближайшая подруга Софико – Нани Брегвадзе. Так решил режиссер Георгий Шенгелая, первый муж актрисы. Рядом она стояла, я должна была войти в роли. И она стояла, и как она пела, не пела, а двигалась. Я тоже так пела, но я хотела больше дать эмоции. А Георгий мне говорит, убери твои эмоции, твои эти страсти. Софико сама прекрасно пела и танцевала. Вместо в ГИКа собиралась поступать в хореографическое училище. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Софья Михайловна была музой Сергея Параджанова. В кадре не произнесла ни слова, говорила взглядом. Я сюда прихожу и с ней разговариваю. Разговариваю как так, как будто она жива. И как будто она меня понимает, знаете. И как будто она добро для меня говорит мне что-то. И вот так я отсюда ухожу. Софико Чиаурели покоится в Дедубицком пантеоне общественных деятелей. В день ее рождения сюда пришли близкие друзья, почитатели таланта актрисы. Здесь она вместе с Коте. Семейное счастье к Софико пришло тогда, когда она встретила Коте Махарадзе. Артист, известный на вес Советский Союз спортивный комментатор. Вся Грузия следила за историей звездной любви. Дом Софико и Коте стал эталоном домашнего очага. Здесь они создали знаменитый театр одного актера на горе Раздумий. Наш театр даже назвали театральным Ватиканом. Театральный Ватикан. Вот это мне нравится, это название. Но что это элитарно, это неправильно. Вот этот дом, это комната, где они всегда собирались. И вместе и застолье было, и торчские разговоры, и о будущем, театр, кино, и обо всем. К сожалению, после Софико тут очень пустеет. Только фотографии со стен иногда своими взглядами наводят на воспоминания. Михаил Рубакидзе, Вячеслав Мадашвили, Бесоми Кукишвили. Программа «Вместе» Грузия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова